здравствуйте друзья добро пожаловать на еще один эпосод в глазах правды с нами наша друг друг канала и лично друг слава шуругин здрасте обратно да привет привет всем будем обсуждать сегодня положение на фронтовое положение вот в курске курск и покровск и по поводу ракет давай начнем с ракетами вот украина говорит меня зеленский вышел дал такое интервью то что на украине целый там цепочка заводов которые не построили под землей где они будут массово производить ракеты чтобы битья по глубине россии ну ты знаешь я бы к этой ситуации отнесся с определенным сей доли серьезностью серьезностью просто понимая условия в которых все это происходит мы еще примерно 8 месяцев назад писали о том что на украине принята раза программа развития украинского впк которые прежде всего подразумевает перевод в пк фактически под землю и украина достаточно большие возможности для этого особенно на западных территориях где очень много где карпаты где очень много различных старых выработок старых галерей старых различных подземных сооружений которые были чисто промышленного у них много всяких советского времени различных убежищ и укрытий больших то есть в общем возможность создать по крайней мере большие заводы вряд ли но производство вполне вероятно учитывая что их сложность не превышает меру там производства ракет фау-2 в третьем рейхе которые производились там на подземных заводах где-нибудь там под кёнигсбергом или там еще где-то в помирании то здесь надо понимать что украинцы точно также могут решать эту задачу могут ли они создать такую ракету да в общем тоже не проблема на самом деле они никакую ракету не создают они просто создают бомбу с модулем планирования и соответственно прикручивают к нему некий двигатель двигатель конечно не украинский это совершенно очевидно потому что у них нет такого двигателя но по крайней мере как бы у кого взять такой двигатель у них есть при этом надо понимать что в общем и создавать особо ничего не надо мы им столько накидали наших фабов с умпк с управляем модулем коррекции что в общем собрать из обломков и разобраться как он устроен а учитывая что он устроен копеечный то есть мы как бы специально создавали систему надо отдать должное нашим конструкторам которые вопреки некоторым нашим кб которые эту тему тормозили несколько лет по моему лет восемь мы впервые представили модули планирования еще по моему году в 12 12 14 но большие в пк и очень не хотели и брать потому что это как бы слишком легкое решение за маленькие деньги хотя можно было заработать очень много на производстве полноценных больших ракет хороших но дорогие и только во время хотел перебить немножко ну и мы вообще-то реально говоря такое им даже не нужно копировать от нас американцы тоже разработали свои jdm который эффективно то же самое система и вряд ли они им не дадут собрать на самом деле я как раз к этому вел что тема то достаточно старая вообще в этом случае первыми надо отдать должное здесь были американцы которые имели просто громадный запас бомб после второй мировой войны после вьетнама и во время во вьетнаме они впервые начали применять ну а потом уже там в ираке в первом во втором это стало уже на потоке когда они просто брали обычные бомбы приделывали им баллистические наконечники аэродинамические точнее так правильнее назвать приделывали им крылышки и бомба начинала так сказать лететь достаточно далеко с появлением уже так сказать и системы gps появились более точная система коррекции соответственно стало очень дешевым высокоточным оружием в украине очень много осталось неиспользованных авиационных бомб советского периода приделать ему аэродинамический наконечник никаких проблем собрать сам модуль том в том смысле что сделать крылья там и придумать систему которая бы просто раскрывала их воздухе тоже не проблема проблема только в одном это создать блок коррекции что тоже не проблема как мы понимаем потому что американцы им все это передадут и в общем достаточно легко проблема во всем этом деле есть только одна надо понимать что создание такой бомбы во первых ее надо все-таки испытать потому что мы с тобой так легко говорили что все не проблема но если бы это можно было сделать на коленке они давно это сделали на самом деле есть много всяких нюансов которые нужно попутно решить но главный момент который остается за кадром это с чего их бросать авиация в ссу это жалкие ошметки крайне ограниченное число бортов способных это подымать даже если их начнут подвешивать под них 29 что в общем достаточно сложно но можно представить что подвесить все равно это целая задача надо понимать что эти бомбы максимум на дальнем на данный момент могут лететь там на 40 50 километров это предел потому что потом нужно как бы их дальше модернизировать чтобы они опять же там куда-то дальше залетели опять же если появятся двигатели то может они доведут до 70 80 километров но это значит что нужно подлетать чтобы ударить куда-то даже если ударить просто по нашей линии было сопикосновения то это надо подлетать на 50 60 километров провод а это уже система наших по его очень хорошо это контролирует поэтому повторюсь появление таких бомб возможно но никакой вундервафф они не являются никакой революции не сделают вот ведь есть как их подбросить называется на английском small diameter bonds sdb их выстреливают а просто поставляют модуль ракетный модуль их выстреливать с платформы хаймарс и платформы млрс также как ракета просто ракетный модуль отпадает и крыльишко открывается и она там уже летит до цели это там 250 до 500 500 килограммовый американцы уже начали передавать они там это это новая разработка такая более-менее новая ну ты про известно уже очень давно и появление известно что их американцы передали еще больше там полутора лет назад но пока они что-то как-то не выстрелили почему я не очень понимаю но кто-то мне говорил что условиях помех они не очень хорошо себя показывают но по крайней мере на данный момент вот как-то вот такого как бы у меня просто есть один очень хороший знакомый военный ученый который примерно год назад очень сильно переживал что появление вот этих sdb бомб перед наступлением прошлогодним может очень серьезно осложнить ситуацию но странным образом они на фронте не появились я думаю проблема с ними то же самое как с джей дэмом джей дэм американцы сильно отстали в сфере военной электроники и это то же самое как сфера там защитных систем для танков и это потому что ну когда ты бьешь по маленьким странам которые особо ничего не могут поставить впереди тебя особо не нужно развиваться ну ты же их бьешь можно просто то же самое оборудование все дороже и дороже производить что главное и вот то что мне говорили то что я сама искал сейчас проблема для американских джей дэмс это то что наши парни хорошей системой разработали электронной борьбы их просто сбивают вне с вводит там ложные данные в модюл и модюл показывает ему то что он очень высоко и он начался спускать прямо в какое-то поле или крутится в кругах пока до конца падает где-то в лесу с нашей стороны они пока же еще не могут делать то же самое с нашим фабами пока что мы будем надеяться поэтому заканчивая тема повторюсь такая вероятность такого появления украинцев есть какого-либо как бы сказать массово применение вряд ли будет потому что как мы уже сказали нечем и тем более как бы изменить ситуацию на фронте они не смогут а вот думаешь как по возможности то что тоже самый storm shadow или какие-то другие ракеты американские атак будут передаваться украинцы ставят новую оболочку на нее говорит это наша ракета и также начинает стрелять по глубине как следующий шаг эскаляции где запад еще как-то может сказать то что ну это не мы это это они сами все сделали понимаешь на самом деле крайне сложно сделать чисто технологически почему потому что надо понимать что корпус ракеты любой ракеты для того чтобы как бы облегчить и как бы достичь определенных параметров то на самом деле сам корпус это высокотехнологическое изделие это используется определенные материалы он является как бы сам по себе является открытой архитектурой то есть в нем все крепится есть там нет внутри некой платформы который для которой он оболочек он сам является и платформой оболочки поэтому повторить свое будет крайне сложно тем более повторить свою да еще засунув контейнер для запуска я думаю что это маловероятно хотя я допускаю что они могут пытаться на условно и те же самые там какие-то ракеты пилить из большей части запчастей которые поставляются запада устаревших но которым будут действительно что-то там приляпывать свое но это вряд ли будут еще раз вот эти высокотехнологичные штуки скорее это будет что-то более предыдущие более традиционное что просто подвешивают запускают и она полетела да да это тоже конечно а вот слыхал украинского регион который сейчас создается в польше одна бригада и во франции тоже одна бригада все стеки тоже смотрят создать и и делается это из волонтеров с украинской диаспоры я не знаю где они нашли этих волонтеров конечно нормально убегают за границу не то чтобы вернуться обратно но насколько я помню в польше буквально вчера или позавчера официально объявили о том что идея собрать такой легион у них закончилась ничем что два или три месяца попыток волонтеры как бы волонтерской работы по привлечению украинцев закончились ровным счетом нулем там не собрали по моему десяти процентов от требуемого числа то есть украинцы естественно не дураки они массово как сказать уклоняются от этой чести и идиотов идти на убой на украину сейчас просто нет они как лусланга не для того убегали в польшу чехию или германию чтобы оказаться в итоге снова как бы на фронте поэтому я думаю что это не выйдет ровным счетом ничего при этом даже надо сказать что вот очень интересный таинственная информация связанные со встречей шольца и зеленского все комментарии об этой встрече с обоих сторон края и не внятны с нотками угрозы тот же самый там шольц говорит что он доверяет зеленскому у них очень конфиденциальные разговоры но типа ситуацию северным потоками надо довести до конца ну вот зеленский вообще что-то мочит не не членораздельно но там проскочил например после их встречи как бы указание того же самого шольца о том что немедленно заняться приемом на работу украинцев даже если у них нет документов фактически это заявление означает что он как бы выводит из-под удара или под угрозой депортации огромное количество украинцев из те которые сейчас между небом и землей если они получают работу то совершенно они получают там как бы некую карту которая их легализует на территории германии и вот это очень интересная история его конечно можно давать двояко что тем самым как бы возникнет некий реестр украинцев но с другой стороны по крайней мере никаких признаков того что германия собирается начать масс выдавать или высылать украинцев для войны на фронт вот англичане не создали реестр именно вот реестр еще года полтора назад они начали требовать от людей которые у них была программа у сыновей украинца или украинцев и получаешь денежки за то что они у тебя живут и они этим людям сказали слушайте если у вас есть мужчины вот такого такого то возраста такое телосклонения они инвалиды вы должны заполнить вот эту анкету иначе мы денежки вам больше не даем что где-то полтора года назад они начали создавать реестр в англии конечно англосаксы гораздо более холоднокровные когда всему всему друг другу тоже понимаешь тут опять же нюанс такой что надо дать должное все англосаксонской цивилизации они всегда готовятся все пытаются подготовиться ко всему сразу и в общем делают это с высоким организационным задором поэтому создав такой как бы перечень или такой список имеющихся на территории более-менее боеспособных хохлов они подготовились к тому чтобы взять и однажды их поставить строй но проблема заключается в другом в том что нужно женщин принять это решение напомню что ни в одной из мировых войн ни в одной из мировых войн в британии не было обязательного призыва на военную службу так у них первой мировой войны же был добровольно у них все было только добровольно по-моему у них был призыв первой мировой войны вот сам ты делаешь то насколько я помню меня самого это удивило надо конечно самого себя проверить я может быть не прав конечно это я предельно уверен я как раз помню что у них были как раз всякие рекрутские пункты но они в начале было да да они все были добровольны конца там был призыв нет по-моему все таки ну давай точнее интернет это для себя и если что потом всегда усею его мы рассмотрели зависла немножко потом скоростно что заполнила до за последнюю пару британцы которые нас слушают задумались слушай знаешь у меня я проводил интервью с эйдриана мэкри астралеец он был член думы одного из областей приехал за свои деньги он богатый человек бизнесмен он за свои деньги приехал наблюдателям на наших выборах сказал правду то что все было очень отлично организовано все такое когда он вернулся они то они тебе не пока просто показывали то что ты хотел видеть не не слушайте я ездил я смотрел я даже сам читал все под камеру и как на него пошло травление я интервью с ним проводил и его телефон сбивался раза десять-двенадцать никогда у меня никаких проблем с телефоном не было вот только интервью пошло и вдруг всякое начало учить я поговорил со своим адвокатом из тех это спецслужба австралийский ты на реестре и так что по тебе знаешь как в старом советском анекдоте сейчас я расскажу новый анекдот политический подождите я кассету сменю это правда это правда да вот ну как думаешь вот макрон насколько я знаю макрон вообще-то не отступил от своей бредовой идеи высылать свои штыки ну стоять против нас ну конечно не отступил от этой идеи но пока не видим как бы практической реализации значит надо всегда понимать что между любой идеей реализации существует некая дистанция эта дистанция становится либо реализуемой либо непреодолимой и пока вот я думаю что это все связано и все будет привязано к ситуации на фронте я помню как в октябре точнее ну да в октябре 22 года после украинского наступления так сказать пика наступления на востоке где они так сказать шли по харьковской области и мы были вынуждены отступать большие из больших территорий тогда это был просто тренд для натовцев когда они перекрикивают друг друга выясняли когда же они пойдут вторым эшелон то есть уже определялись рубежи на которые они зайдут там где будут стоять на каком удалении от фронта натовские части там британские французские соответственно там польские а где будет впереди украина воевать а потом как-то все уперлось они задумались а после лета прошлого года после краха их наступления эта тема сошла на нет сейчас она опять возникла и я думаю что еще раз все эта тема она может возникать только тогда когда у них возникает какие-то иллюзии надо понимать что запад просто так идти воевать никогда не не собирался и не собирается не пойдет а вот идея отхватить свой кусок случае так сказать удачных каких-то действий вот тут они всегда готовы понимаешь ну знаешь проблема с иллюзиями это бывает они начинают верить свои иллюзии свою пропаганду я вот проводил интервью с одним товарищем по имени михаил круп он польский историк долго жил в канаде вернулся в польшу но он интересно сказал пока вот туск туск это политическая просекутка которая как ветер дует так он пойдет как ему говорят с бурсселя с вашингтона когда была перегрузка но перезагрузка хиллари клинтона он вдруг сразу же начал давай будем дружить с россией потому что он так сказали а он говорит а вот дуда дуда это фанатик который готов положить половина польши за новую речь посполитов и достаточно сумасшедший человек который и так посылает и готов позвать возможно послать польскую армию на такую авантуру понимаешь я думаю что сейчас за на на третий год войны у поляков особенно у то их части которые все-таки связаны с управлением и с военной системой идеи вмешаться войну на стороне украины очень сильно поугасно во первых польша поучаствовал на стороне украины несколько тысяч польских наемников даже называемых добровольцев как не назови но несколько тысяч поляков отвоевала на стороне украины и количество убитых среди них было достаточно высоко чтобы идти там за цифру там тысяча может и не одна тысяча я слышал 3000 и польша в этом случае поняла что это не совсем не та война в которой можно так сказать легко снискать славу и добыть что называется трофей здесь все наоборот то есть травле русского медведя превратилась очень такую кровавую свалку между его лапами где ты кэш его кусаешь за брюхо но при этом тебя рвут в клуб на этом случае поляки скорее перешли на мой взгляд к своей главной идее они в эту войну вообще влезали только с одной мысли от отхватить свои восточные крест просто если разгромить еще русских то можно было бы еще отхватить и белоруссию тоже ничего не получается по киеву не знаю вот сегодня польша просто по классике разыграл я иногда готов им просто сейчас одну секунду и пожелаю да итак возвращаясь так мы говорили о поляка и польша в этом случае просто вернулась то есть провела совершенно шикарную операцию первый год она всему миру доказала что она самый близкий искренний и преданный друг украины давал ей оружие отправляла добровольцев а теперь отношения ты их мягко скажем очень серьезно охладили даже со сменой президента и с приходом к власти очень такого фактически законченного антисоветчика антирусиста ближе их отношения не стали и соответственно в этом случае больше теперь просто сидит в засаде и ждет когда закончится война в надежде на то что она закончится все-таки тем что украина начнет сыпаться и можно будет тогда забрать под свой контроль спасти от русского вторжения западные вот многие люди вдумают и я слышал это от западных экспорт тоже вот сейчас покровск возьмем фронт минимально это на том секторе рушится полностью проход реально до днепра не так уже сложно потому что там нету места для послушников закрепиться и запас северная часть небольшие проблемы будут снабжением ну и вот тогда они все будут отступать и потом война закончится его просто становится а почему война закончится хорошо но они сидят на другой стороне днепра это значит они стрелять не будут значит они будут перевооружаться ну ты абсолютно прав абсолютно прав в том что у нас все время не только в нашем российском что вообще как бы выбывательском сознании всегда есть некий такой идеальный план что вот там где-то что-то продавится после чего все начнет рушиться вообще такие государства мощные большие как украина надо понимать что это одно из самых крупных государств европе то чисто по размерам по населению они в этом случае падают совсем не так как франции в сороковом году там или чехии или там любая там другая это совершенно другой тип как бы сказать разрушение государства тем более государства на которое одновременно с этим работает 50 стран на самом деле украина бы давным давно рухнула она рухнула бы еще в конце там 22 года если бы не началась просто невообразимо огромная поддержка украины сегодняшний момент ведь украина на сегодняшний момент является совершенно уникальным образованием который государством назвать сложно я сегодня ехал на работу и мне пришел образ что на самом деле украина это фактически 52 штат сша потому что бюджет 1 израиль совершенно точно бюджет украины он почти полностью состоит из тех денег которые украина получает она живет на то что дают ей и им платит как бы америка и запад платит пенсии платят зарплаты военным оплачивает промышленность они гонят на украину свою продукцию своего пк свои запчасти свое топливо то есть украина фактически только воюет все остальное и и накачивая и конечно в этом случае она может когда там рассказываешь героическая украина сопротивляется монстр россии так извините не украина сопротивляется а вся европа на украине воюет против россии и посчитать в этом случае нужно все то есть экономический потенциал тех стран которые обеспечивают украину американские деньги и все 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 поэтому здесь вопрос как как кто воюет против монстров украины против русского монстра или россии против всего англосаксонского и западноевропейского да и монстр это точно сатанистический монстр конечно я все больше и больше принимаю это как взгляд то что или культурный сатанизм или регулиозный сатанизм но что-то там их двигает очень мощно и в одну сторону долго после того что это стало упрек их же интересам отступить они не могут ну понимаешь для них вопрос участия в войне давно перестал быть просто проектом стал действительно ну как бы сказать жизненно важным элементом конструкции да потому что если запад проигрывает эту войну или по крайней мере не сводит ее к такой ничьей которую можно трактовать как свою победу а под эту ничью уже они тоже все выстроили только что упоминаемая мной теория при которой маленькая так сказать тихая постаральная сельскохозяйственное государство украина сражалась несколько лет против огромного монстра и смогло выставить а значит победить это вот как бы теория как это сказать ничьей но победы да да она пришла на смену тому когда была идея нас разгромить нас поставить на колени нас разодрать экономически нас разгромить на поле боя то есть для них проиграть россии значит в общем уже окончательно проиграть историю да они не смогли выиграть в ираке но это все смогли быстренько замазать белилами что они просто проводили интернациональную операцию по ликвидации ужасного режима саттама и справились со своей задачей ушли потом они проиграли афганистан там все было более позорно но вот они тоже вроде как победили талибан талибаны ушли а тут еще и россия причем я понимаю что в общем учитывая особенности американского менталитета они в общем эту проигранную войну могут забыть очень быстро если потребуется они европейцы ну понимаешь европейцы тоже постарается но главное в этом случае проблем это в другом проблема в том что результат проигранной войны это уничтоженные сокрушенные элиты что произойдет смена элита этим элитам совершенно не хочется уходить абсолютно так того я и поднимаю тему на сколько они готовы идти на какой уровень они готовы поднять эти ставки готовы они своих свои штыки посылать на украину или это уже слишком далеко знаешь я вижу на данный момент что вот именно сейчас европейские армии не в малейшей степени не готовы в войне с россией это другое дело да да и соответственно отправлять на украину свои штыки они сейчас тоже не готовы они уже как больше года балансируют на идее как бы на как бы сказать на переломе того чтобы как бы сказать начать резкую милитаризацию европы и вообще как бы вернуться в европу там образца конца 30-х годов прошлого века но проблема заключается в том что когда они начинают считать во что это им обойдется выясняется что таких денег у европейцев просто нет потому что заново создавать там стали литийную промышленность заново создавать большую химию заново создавать огромные запасы вооружений заново формировать огромные запасы армии ну условно говоря даже на немецкой армии если увеличить на 30 процентов просто нет казарм куда всех их запихнуть понимаешь то есть программа подготовки к такой большой войне какой может быть война с россией это минимум ну если говорить допустим вспомнить историуса который в общем не самый большой идиот но который четко сказал что мы должны быть готовы через пять лет мы это он говорил про германию понимаешь да а чтобы европе все подготовиться к войне с россией то нынешними темпами которые вот сейчас идет милитаризация потребуется не меньше десяти лет а может быть даже и больше а если скажем приложить все силы то не меньше пяти вопрос заключается для них в том что за эти пять лет то что произойдет вот если за эти пять лет они не удержат украину и война на украине закончится ее разгром то тогда что начинать уже большую войну с россией без всякого повода то есть вот по поводу той проигранной войны констора осталась за спиной или искать какой-то новый повод и самое главное что за эти пять лет сделает россии и еще более главный вопрос который над всем этим лежит а вот не перестанет ли вечер быть томным и от обычной конвенциональной войны согласно ли россия будет ее вести дальше или она сразу пойдет с атомных козырей по отношению к европе ну знаешь причину это не сложно для европейцев находить им особо не нужно россия это и есть причина сама в себе для этой элиты и не маленький процент их населения именно еще вот западные немцы это как прекрасный пример ну знаешь если они готовы переносить потери немцы реально могут поднять армию за год за два года резерв у них есть достаточно крупный резерв офицеров и саржантов профессиональных в ряды можно бросить зеленых солдат которые не обстреляны не подготовлены да будут учиться на поле боя да потери будут высокие но реально под оружие можно поставить достаточно большую часть населения быстро насколько эффективно это будет это другое дело конечно нет понимаешь ты в этом случае рассматриваешь некие вещи как такой как бы знаешь эсферический конь в вакууме понимаешь надо понимать что если ты допустим там увеличиваешь два раза армию и германии то есть там доводишь ее до полумиллиона то это значит тебе надо откуда-то из воздуха взять ну как минимум тысячи полторы танков как минимум там по тысяче полторы а то и две тысячи орудий нужны авиации нужна система ПВО то есть это все за год ты не создашь даже из воздуха понимаешь это минимум 3-4 года причем работающий на полной мощности немецкой промышленности я уж не говорю о том что там половина две трети европейских стран военную технику просто производить уже физически не могут но тут два элемента да ты прав ты прав если мы говорим о полномеханизированной дивизии тут есть конечно выбор то что пехотную дивизию можно создать достаточно быстро а б есть старое оборудование то же самое леопард 1 их очень много в резерве есть еще в американцы только м1 старый м1 там две с половиной тысячи на складах м1 а1 еще там 3-4 тысячи а м1 обновить его до м1 а2 м1 а1 на м1 а2 ну да это берет деньги это берет время но не так уж много реально говоря там компьютерные системы все эти в конце концов можно сделать я думаю американцы с удовольствием с удовольствием будут передавать крупные объемы танков конечно за свое серебро и золото ну понимаешь мое личное ощущение в этом случае ну знаешь как это так как если бы я был директором то я бы как бы изначально ставил вопрос совершенно иначе то есть я бы как бы сразу изначально по отношению к европейцам и к НАТО ставил вопрос исключительно через ядерную кнопку то есть ребята что ваше любое ваше участие оно означает что мы вас просто обнуляем причем не каким там тактическим ядерным оружием которое знаешь это мана небесная и можно только молиться чтобы русские его применили потому что тогда они как бы останутся на всю жизнь для всего свободного мира монстрами которые схватились за ядерную дубину нет в этом случае надо сразу четко предупреждать что ребята если вы решите начать войну против нас то вы увидите термоядерные взрывы над всеми вашими основными столицами у меня вообще есть такая маленькая мечта я хочу увидеть термоядерный пепел Варшавы и Лондона бог с неизгиб с Берлином я кстати Берлин мог бы даже помиловать пусть немцы живут и наблюдают что происходит с их соседями и для них будет лучший урок они по моему быстрее всех очнутся а вот уничтожить туманный Альбион в пустыню и Варшаву так сказать окончательно решить старый спор славян между собой как писал Пушкин я с удовольствием на это дело посмотреть знаешь конечно тактическая вот то что мы называем тактическая ядерная боеголовка это не тактическая это театральная потому что 75 килотонн по-моему на Нагасаки сбросили сколько 20 35 35 и какой результат центр города просто исчез ну понимаешь здесь надо понимать что как бы применение первое тем более на город который состоит из дерева и который там имеет дикую плотность населения это да но в нашей как бы военной школе тактический ядерный боеприпас это было оружие командира дивизии понимаешь то есть командир дивизии допустим если ему нужно было обеспечить гарантированно прорыв там на там в полосе там условно говоря полка то наносился удар по позициям который гарантировал там условно говоря там полтора-два километра мертвая зона через которую можно было идти вперед то есть это по большому счету ну условно говоря там полоса обороны батальон ну так вот если брать чисто по военному наставлению соответственно прорыв фронта в этом случае там в него укладывалось там 3-4 ядерных боеприпасов чтобы создать достаточно большую дыру через которую можно было заходить надо было понимать что по тебе тоже могут в этом случае лететь там обычно шли на технике на большой скорости под броней с включенными фильтром вентиляционными установками и задача была дальше как можно быстрее пройти и расползлись в разные стороны поэтому тактическое ядерное оружие это история про такую европейскую войну опять же образца там 88-89 а вот стратегическое ядерное оружие это оружие которое уже так сказать здравствуй Армагеддон и в этом случае допустим там термоядерный удар по городу славному Лондону там силы там к меру там не какие-то 75 кило тонн а допустим там 15-20 мегатон понимаешь это уже совершенно другая история тут уже как бы будет и воронка побольше ну а если это будет воздушный взрыв то просто Лондон превратится в такое как бы хорошее систему для игры в какую-нибудь там зомби апокалипсис полаут 4 Лондон и 10 таких бомб они превращают всю британскую цивилизацию в пыль понимаешь поэтому в этом случае я бы не стал вообще на месте европейцев заморачиваться темой большой войны с Россией потому что ну я конечно не являюсь человеком который принимает решения но я не думаю что там мыслят как-то по другому ну знаешь вот это конечно проблема потому что европейцы ну и проблема с нашей стороны тоже мы четко им это не говорим и они себя уговорили то что мы блюфуем понимаешь подняка с европейцами не нужно говорить то что у нас есть ядерное оружие не забудьте нужно им говорить точно Лондон пум ваша ракета Лондона нет ваша ракета Варшавы нет вот это они понимают я как раз сторонник именно этого чтобы вести разговор не о тактическом ядерном оружии по Украине а о стратегическом применении по центрам как любит говорить наше руководство принятия решений а это не Киев и соответственно в этом случае как бы речь должна идти не о том что мы я в том случае другую мысль хотел сказать наша проблема сегодня заключается в том что мы находимся в военном конфликте со страной у которой нет ядерного оружия соответственно мы когда-то на себя в добровольном порядке взяли обязательство не применять ядерное оружие против стран у которых этого оружия нет то есть теоретически если исходить так сказать подходить вопрос теоретически в войне с Украиной мы просто не не имеем возможности применить ядерного оружия а должны решать все без него но если туда вмешиваются страны у которых таковое есть то у нас полностью развязаны руки ну с одной стороны как я сказал мы воюем против натовского монстра а там оружия немало значит меня нас тоже готовили конечно в свое время ну теоретически конечно на тактическое ядерное оружие ну с американской стороны тактическое ядерное оружие это от 3 до 3 15 килотонн есть боеприпасы 155 миллиметровые они от 3 до 5 килотонн у них там еще реактивный двигатель чтобы подбросить их еще там хороший там 10-15 километров дальше ну вот такие взрывы что прорвать оборону ну примерно конечно не 75 килотонн ну 5-10-15 килотоновые взрывы ну у нас были даже я помню ядерные те самые ранцевые боеприпасы для спецназа наклепали все много советский союз в этом случае создал целую огромную линейку тактического ядерного оружия так ну у нас еще есть что-то потому что время заканчивается надо бежать дальше спасибо вот спасибо большое то что присоединился да я прав время уже кончается спасибо друзья то что присоединились если есть какие-то вопросы которые вы хотите чтобы мы подняли в следующий раз какие-то темы пишите в комментариях обязательно будем выбирать ну серьезные вопросы не там что за модель ну может даже спросить какие модели там за головой я кстати очень порекомендую в интернете есть такая страница уже много лет я ее наблюдаю лет 15 как-то по-моему называется nuclear city что-то такое ну это в общем очень простой хороший военный стимулятор нанесение ядерного удара по любой точке планеты причем с очень хорошим подсчетом то есть ты можешь выбрать мощность заряда ты можешь выбрать тип заряда можешь выбрать систему подрыва в воздухе и так далее а дальше ты выбираешь любой реальный город и выкладывается его карта и по этой карте собственно говоря наносит удар а дальше машина компьютер тебе считает показывает тебе зона полного разрушения частичного так сказать просто разрушение считает сколько погибнет там в первую секунду сколько погибнет в течение суток очень рекомендую очень трезвляющая игра и такая очень-очень хорошая она всем очень хорошо помогает понять с чем же мы играем да люди часто не понимают когда кричат вот давай забросим ядерные вы же понимаете нам прилетит обратно то же самое мы не можем остановить все американские ракеты так же как они не могут остановить наши я тебе скажу одну вещь читал такой интересный доклад с американской стороны посчитали сколько много объектов в Америке нужно уничтожить ключевых чтобы американская экономика упала где-то в средневековье ну может немножко выше ну так понятно 47 и не думайте то что у нас гораздо больше потому что это главные города это главные логистические узлы это главное месторождение все совершенно точные основные да электростанции а если это атомные электростанции то там вообще все висело и они тебе помогут после еще да там дополнительные будут да еще следующие 500 лет да так что да реально очень много не нужно чтобы разрушить любую современную страну когда в каждой деревне был свой кузнец убить там десяток кузнецов ничего не меняет а когда там одна силиконовая долина где половина и у нас тоже много таких взорвать такое это конечно гораздо более серьезный удар хорошо тогда давайте друзья удачи спасибо огромное все всего доброго спасибо спасибо